Сегодня мы с вами поговорим о видах групп в социальных сетях и особенностях работы с ними. Я видела, что у вас много вопросов именно по этим группам, да, очень много всего непонятного, и нужно с этим разобраться. Итак, начнем. Ждать больше никого не будем. Итак, немножко подзадержались. Включила видео, хотела, чтобы вы его посмотрели. Итак, все группы делаем с родной страницы или с копией родной страницы, ту страничку, которую вы делаете для продвижения личного бренда. Если у вас еще нет такой странички, ребят, она у вас должна появиться в ближайшее время. А что я делаю с этой страничкой для личного бренда? Во-первых, у вас должна быть минимум по одной страничке во всех социальных сетях для того, чтобы дружиться со своей командой. У всех есть ссылки на социальные сети, не зря мы их внесли в анкету, да, ссылка на вашу социальную сеть. У кого уже есть такие страницы, ребят? Там есть Одноклассники, у кого-то ВКонтакте, очень редко Мой Мир. Вот, в основном вот эти две социальных сети. И со страниц личного бренда мы обязаны просто подружиться с нашими бизнес-партнерами. Очень часто, да, на смс, люди не отвечают в телефон, не берут трубочку. В социальных сетях видим, что они есть в сети, можно им написать. Получаю, молодец. У остальных, видимо, нет. Вот, обязательно делаем. У меня половина групп сделана именно с моей родной страницы, той страницы, которая у меня была раньше. У меня была страница только в Одноклассниках, а сейчас у меня есть и страница ВКонтакте. Вот, и я делаю с родной странички. Вы можете сделать с дубликата своей страницы, если вам так удобнее. Почему я делаю с родной страницы? Потому что я там никуда не приглашаю никого, с нее не работаю. У меня рабочий телефон, свой личный телефон, который всегда на связи, привязан к личной странице. Я эту страницу, у меня уже ее неоднократно блокировали. То потому что я пароль давно не меняла, то потому что, видите, спам там какой-то рассылала, хотя я с этой страницы не работаю. Вот, я ее всегда очень легко и быстро восстанавливаю. То есть эти группы я не потеряю. Вот, если у вас, вы не хотите, да, чтобы ваши друзья, родственники, знакомые видели, что вы чем-то там занимаетесь в интернете, хотя я считаю, что это глупостью, потому что ваши родственники, друзья, знакомые уйдут к кому-то другому, пока вы будете бояться того, что они увидят, чем вы занимаетесь. Вот, я делаю с родной странички. Ну, группу «Воронку» я сделала со странички дубликата. Вот смотрите, вот это у меня родная страничка, вот она. Здесь я пишу открыто, что я в Арифлейме. Вот на странице дубликате я тоже часто пишу про Арифлейм и так далее, но все равно поменьше, да. А здесь я выставляю свои фотографии, делаю ссылки на свой блог, да, и так далее. Ну, точнее, поделюсь. Если вы будете просто ссылочку вставлять, то вероятность того, что ваш страничек заблокирует, увеличится. Если вы будете делиться, да, нажимать кнопки «Поделишек», тогда это меньше вероятность. Вот, смотрите, сколько у меня здесь групп. Замазала, да, сейчас. Вот, 2000 групп. Ой, 200. 200 групп. Здесь у меня еще группа, из которых я что-то беру для себя, да, для того, чтобы в дальнейшем использовать. Вот это вот моя страничка дубликат. Вот, тоже нечемно отличается отлично, но у меня здесь уже, по-моему, больше друзей, группа меньше. Но иногда, знаете, если это уже активный бизнес-партнер, я могу их добавить и на личную страницу. Если это только новички, стараюсь писать им со своей страницы дубликата. Вот. Такая особенность. Двигаемся дальше. Какие же все-таки бывают группы? Группы бывают информационные. Группы продавашки. Ребята, это классификация, как я посчитала нужным. Это не значит, что она идеальная, да, включает абсолютно все группы. Это то, что я хочу до вас донести. Это я их так классифицировала. Группы продавашки. Общекомандные группы. У нас их две командных группы. Расскажу про них попозже. Группы для развития личного бренда. Группы для постинга по группам. И группы воронки. Одна группа не может нести в себе все эти функции. Вот если информационные группы часто являются продавашками, да, и эти информационные группы часто можно использовать как группы для личного бренда, но это вот только вот к этой информационной группе можно подвязать все. Но одну функцию вот эти все группы нести не могут. Если вы хотите развивать личный бренд, у вас должна быть одна группа. Если у вас дополнительно еще будет, вам нужна группа для постинга по группам, у вас будет две группы. И если вы еще будете пользоваться группой-воронкой, то у вас должно быть в идеале три группы. Группы для развития личного бренда вы в принципе можете заменить общекомандными группами. Потому что там вся информация есть. Поверьте мне, к администратору не идут писать, а идут к тому человеку, у которого видели на стене, человеку, который пригласил его в эту группу. Людей, которые увидели, что у вас, именно у вас, это в основном ваши родственники, друзья, знакомые, они не пойдут к администратору группы писать, что возьмите меня в бизнес или расскажите мне, что там у вас за чеки, про работу и так далее. Они пойдут к вам. Не было у меня еще ни одного такого случая, чтобы писали как администратору, что расскажите мне про работу. Они пойдут к вам, к тому человеку, у которого видели это сообщение на стене. Но если вы там где-то опасаетесь, или у вас много времени, чтобы дублировать с общекомандных групп, свою группу, тогда делайте свою группу для развития личного бренда, где вы будете писать про себя, что я такая-то, такая-то, работаю там-то, там-то, вот у меня какие-то результаты, вот у моей команды такие результаты и так далее. Итак, давайте разбираться. Информационные группы. Их очень много. Они на разные темы. И группы там развития ребенка, мудрые мысли, дневник успеха и так далее, и так далее. Здесь в основном идут какие-то цитаты, какая-то информация полезная с фотографии. Обычно здесь очень много друзей, друзей, участников. Видите, больше 20 тысяч участников. Вот очень много фотографий, очень много тем. В этих группах постоянно что-то постится. Вот этими группами я тоже часто пользуюсь. Я беру оттуда идеи для развития своих личных групп. Не просто, ребят, перекопируем полностью. Картиночку меняем, медословами сами ставим. Если это цитата, то понятно, что мы ее оставляем так, как она есть. Вот. В последнее время, вот очень часто вот эти вот группы информационные, в которых расположена информация, используют как продавашки. То есть здесь людей уже много, и администраторам таких групп платят за то, чтобы они разместили платную рекламу в этой группе. Вот. Здесь есть периодически вот такие вот продавашные посты, но их немного, потому что основная функция этой группы как раз-таки информация. Дать информацию людям, да, о каких-то мудрых мыслях, о развитии ребенка, о путешествиях и так далее, и так далее. С этим понятно, ребят? Вот эти группы мы с вами используем как группы для вдохновения. Для нашего вдохновения, что мы можем оттуда брать? Какой целевой аудитории мы хотим обратиться? Эти группы тоже очень полезные. Я всегда добавляю из группы, там, мудрые мысли, господи, там, что-то про успех и так далее, и так далее. Дальше. Группы продавашки. Это группы, в которых продвигают какой-то интернет-магазин. Либо это совместные покупки, либо это, знаете, сейчас очень много групп, там, торты из памперсов, да, букеты из конфет, что там еще есть. Группы каких-нибудь фотографов, да, в нашей команде делают такие группы, там, чтобы продавать продукцию компании Арифлэнни. Да, есть такие группы, люди, которые занимаются продажей через социальные сети. Вот это вот и есть как раз-таки группы продавашки. Там тоже есть информация, но в основном, если это какой-то магазин, да, возьмем нашу продукцию. Если мы занимаемся там продажей продукции компании Арифлэн, что мы там делаем? Мы же не только пишем, что вот каталог, приходите к нам покупать. Нет. Мы даем информацию о продукте, что есть такая линейка, она для того, для завода, как правильно ухаживать за кожей, и так далее. Но аудитория вот поменьше, да, получается. Целенаправленно мы воздействуем на ту сферу, которую хотим человека зацепить. Главное, конечно, вот у групп продавашек то, что мы хотим, чтобы люди пришли и купили наш продукт. Согласны? Извиняюсь, ребят. Вот это вот целенаправленные группы продавашек. Чем они отличаются от информационных групп? В информационных групп это в основном 20% бывают продающие постики, 80% там все-таки информация. А вот в этих продавашных группах все направлено на продажу. Даже, когда мы пишем про уход за кожей, мы же пишем про конкретный продукт. Правильно? Поломал. Поломал. Вот, пишем про конкретный продукт. Благодаря нашему продукту у вас там будет такая шикарная кожа, благодаря нашему продукту у вас будут там такие красивые ногти и так далее. Вот этим они отличаются. Здесь чисто продаем, там по большей мере это все-таки информация. командные группы. Командных групп у нас две. У нас есть общекомандная группа, вот она, ребят, кто с ней еще не знаком, обязательно сюда добавляйте. Эта группа называется VIP-территория, территория успеха. В этой группе, смотрите, в основном посты идут от группы. Так и должно быть, потому что это командная группа, мы вывешиваем туда всю информацию. Я что-то повесила, Надюшка Елисеева, Женя Щербак, Маша Павлова, Катя Паша. Всегда вешаем, всегда вешаем стараемся вешать от имени группы, чтобы вы могли либо брать отсюда информацию для своих групп, для развития личного бренда, либо просто делаем репосты. Делаем репост на свою личную страничку или дубликат в вашей личной странице, чтобы ваши друзья, родственники, знакомые просто видели, чем вы занимались. Какие успехи у вашей команды? Потому что, несмотря на то, что вы новичок, многие говорят, я новичок, я только пришел. ничего страшного, ребят, вы пришли не в команду, которая только начала работать, у которой нет результатов, у нас уже есть результаты, и вы ими можете делиться. Вы часть этой команды, часть этих результатов. Поэтому не стесняемся, делимся и так далее. Еще у нас есть своя, наша группа, веб-территория, я ее так назвала, официальная страничка. Хочу поменять оформление группы, но потом посмотрим, пока у меня нет на этом много времени. Эта группа только про нашу команду. Я вам всем рекомендую, так сказать, в обязательном даже порядке присоединиться к этой группе. Я там вывешиваю статьи, которые наши девчонки пишут. Вот, если девчонки этого не делают, очень плохо, девочки. Всегда прошу лидеров самих это делать. Вот, лучше, я у нас там писала замечательный пост про то, как она, сколько она денег получает и так далее, и так далее. Возможно, вы где-то увидите, что вас поздравляют, если вы вдруг не попали на планерку, не попали, в чате пропустили, в скайп не зашли. В социальной сети вы обязательно увидите, что вас поздравили с каким-то новым достижением. Вот, очень стараюсь туда в последнее время много мотивационных роликов бросать, да, которые полезны для развития мозгов, вот, каких-то умных мыслей и так далее, и так далее. Ребят, если я вас прошу поучаствовать, написать комментарий, не просто вы зашли, посмотрели, эта группа должна жить, это наша с вами группа. Пишите комментарии, комментируйте записи, пишите свои мысли. Сейчас хочу там сделать опрос, потом попрошу вас всех там поучаствовать. Да, поэтому, ребят, заходим в эту группу, комментируем и так далее. Вот, вот эти вот группы можно использовать вместо групп для развития личного бренда, потому что здесь есть и достижения, есть и справки какие-то, и новые видеоролики, которые наша команда делает, можно делать репосты на свою группу, как я уже говорила, но у меня на памяти ни одного случая не было, когда ушел человек к администратору, поэтому можете не бояться, смело это делать. Либо делайте свою группу для развития личного бренда, но информацию вот отсюда можете свободно брать. Группы развития личного бренда. Я говорю на примере вот этой группы, потому что у меня нет другой группы, я не сделала себе группу для развития личного бренда, потому что мне достаточно нашей группы. Я делюсь результатами, записями, Аленки Камогорцевой, если она их там делает, учись, если она их там делает, и всегда пишу, что вот моя команда, вы можете писать, вот мой муж, вышестоящий директор, либо вот наша команда, у меня такие результаты, и так далее, и так далее. Я пользуюсь этой группой, очень удобно то, что за то, что я буду писать на своей страничке, что я предлагаю работу в интернет, меня заблокируют. А если я сделаю репосты вот этой группы, то меня блокировать не будут, потому что сообщение написано в группе, вот, я просто поделилась этим сообщением, все мои родственники, друзья, знакомые увидели, чем я занимаюсь, и пишут мне, да, расскажи, чем ты там занимаешься. Но, ребят, если вы делаете репосты, такая особенность, обязательно что-то пишите от себя. Не просто тупо перепостили и пошли дальше. Вот, вы посчитали, что вы выполнили свою работу, все родственники, нет, пишите свои мысли, пишите, что ура, смотрите, наша команда достигла таких-то результатов, ура, смотрите, какие там замечательные у нас лидеры, или вот, меня поздравили с выходом на такой-то процент, обязательно пишите что-то про себя, чтобы люди видели, что это вы делали репост, откомментировали эту запись, потому что могут этого не заметить. Просто увидят, что это было из вот этой группы, и все, а вы тут вообще ни при чем. Поэтому обязательно пишите что-то свое. Понятно? Еще удобно, пишешь один раз, а поделиться можно хотя бы состав страны. Да, конечно, лучшие. Делиться можно хоть на миллион страниц. Я так и делаю. С рабочих страниц делюсь, а с личной страницей, с страницей дубликата делюсь. Это всегда очень удобно. Дальше. Группа для постинга по группам. Это вот сообщение из группы нашей. Специально делала для примера. По-моему, запись лучшие, если я не ошибаюсь. Вот такая вот у нее там запись. Она тут с текстом была, просто у меня картиночка тут не поместилась, поместилась только кусочек. Вот здесь был текст, что я там такая замечательная, расту быстро, вот мои результаты и так далее, и так далее. Вот. Здесь вот у нас есть такая поделишка. Как я уже говорила, у вас должна быть отдельная своя группа для постинга по группам, если вы будете это делать. Я показываю на примере нашей уже группы, чтобы вам было понятно. Вот. У меня пока такой группы нет, я ее только планирую делать, поэтому показываю на примере нашей группы. Но у вас должна быть своя, у каждого индивидуальная. Своя. Там информацию вешаете только вы. Никто другой там ничего не пишет. Нажимаем вот на кнопочку «Поделиться». Вот она, да, репорт. У нас вот здесь вверху открывается на сером фоне вот такое окошечко. И вот здесь есть «Поделиться в ленте», «Поделиться в статус» и «Поделиться в группе». Выбираем «Поделиться в группе». И нам открывает список групп, в которых мы можем поделиться нашей записью. И выбираем, где мы хотим поделиться. Здесь, здесь, здесь или здесь. Неважно, кто эти группы сделал, мы поделиться можем во всех группах, в которых вступили. В которые вступили группы. Я вам рекомендую, прежде чем вот этого делать репосты, Очень внимательно читайте правила групп, в которых будете делиться. То есть есть объявления, работы и так далее, и так далее. В этих группах без проблем можно делиться. Но есть группы, в которых запрещено предлагать работу в интернет. И за то, что вы сделаете туда перепост, вашу страничку заблокируют. Отправят в банн и вашу страничку заблокируют. Итак, правила вот этой группы. Группа обязательно должна быть ваша и обязательно должна быть открытая. Тена этой группы должна быть открытая. Эта группа не должна быть закрытой, чтобы туда нужно было обязательно вступать. Эта группа должна быть открытая. Все посты, которые есть в этой группе, должны быть идти от имени человека. От вашего имени, не от имени группы. Как в страничках нашей группы и для развития командного бренда. Там желательно, чтобы это было от имени группы. Вот здесь вы пишите «От своего имени». Когда вы делитесь, там всегда тоже, как здесь, поделиться в группе или в ленте. Вот здесь только внизу будет такая галочка «Поделиться от имени группы». Вы ее не нажимаете, потому что нам нужно, чтобы делились мы именно от своего имени. У вас должен быть обязательно подготовлен список групп. То есть вы в эти группы должны вступить, почитать правила, что там реально можно рекламировать работу в интернет. Почитали правила, все нормально, нам подходит, мы в эту группу обязательно вступаем, чтобы она вот здесь вот в списке у нас отражалась. И у вас должны быть подготовлены объявления. В этих объявлениях… Подожди, Ален. В этих объявлениях обязательно вы должны куда-то человека отправлять. Потому что либо в личку, либо на сайт «Воронку», либо к администратору группы, например. То есть в вашем объявлении должно заканчиваться, что подробности пишите в личку, пишите администратору группы и так далее, и так далее. Какое название придумать для группы, чтобы не заблокировать? Любое название, которое вы хотите. Ален. За название группы не блокируют. Блокируют люди. Блокируют за то, что вы спамите не там, где нужно. Обязательно внимательно читаем правила. Знаете, у меня девочка одна недавно, тоже наш лидер, говорит, «Ой, у меня заблокировали кучу страничек». Я говорю, правила читала в группах. Вот я постила по группам, это не работает. С этого толку никакого нет. В итоге правила ничего не читала, она постила там, где нельзя, поэтому группу заблокировали. Название пишите, какое хотите. Главное постить там, где нельзя. Есть по группе, вот этой группе, вопросы еще, ребят? Повторяю, у вас должна быть своя личная группа для этих целей. Нет вопросов. Двигаемся дальше. Вторая группа, которая у вас должна быть, если вы будете ею работать. Я создала такую группу на пустой странице. Даже пост не хотела разместить, не один. И аккаунт сразу заблокировали. Не знаю, Алена, у меня не блокировали, вот честно. У меня как группы только не называются. Иллегальный заработок в интернете, вот смотри, моя группа, свое дело и чего там только нет. Как называла свою группу? Возможно, просто новую страничку сделала, сразу сделала для нее группу. Тебя расценили как спам, что ты создала страничку не родную, для того, чтобы общаться с людьми, а для того, чтобы рекланироваться. А. Заблокировали страничку и, естественно, заблокировали группу. Ваши странички, ребят, с новых страничек такие группы не делаем. Я же уже говорила. Страница уже был месяц. Как назвала группу? Потому что у моих групп каких только названий не было. Возможно, просто заблокировали твою страницу, не группу, а страницу. Если блокируют страницу, то, естественно, все группы, которые были на этой страничке, тоже блокируются. Поэтому я и создаю группы на странице личной, либо на странице в дубликате, чтобы ее можно было восстановить. Не делайте на рабочих страницах группы. Вторая группа, которая должна быть у вас. Ваша личная, которой вы будете работать. Это группа Воронка. То же самое, очень похоже с сайтом Воронка. Это группа, которая дает нам повод обратиться к человеку. Эта группа обязательно должна быть закрытая. Видите, замочек висит. Группа должна быть закрытая, чтобы человеку нужно было в нее вступить. Если у вас эта группа будет открытая, человек зайдет, посмотрит непонятно, что там написано, не написано, привлечет его внимания, не привлечет, и уйдет дальше. Смотреть дальше группу. Если эта группа будет закрытой, то человек вступит. И по большей части... Ярослав, пожалуйста, не извини. И не все люди потом из этой группы выходят, если не интересно. Они остаются, и, возможно, где-то что-то поменяется в жизни. Вот они вернутся в вашу группу. В этой группе очень много играет вот эта вот картиночка, которая должна побуждать человека присоединиться. Ален, как назвала группу, которая призывает присоединиться к этой группе? Возможно, у вас здесь будет вступить в группу, либо какие-то мысли еще ваши. Обязательно должно быть описание вашей группы, должно быть интересное название. Вот улучши что-то про бизнес группа. У вас должна быть первая запись построить свой бизнес в интернете. Со странички работала. Первая запись у вас обязательно должна быть закреплена. Здесь вы должны писать, что там еще сотрудника для удаленной работы, или там еще менеджера в интернет-магазине. На ваше усмотрение. Я ко всем постам прикрепляю сайты воронки, там, где человек может сам подписаться и получить информацию. Почему? Пиши модератору, выясняй, почему твою страничку заблокировали. Потому что ситуаций бывает много. Обычно нас блокируют люди. Так, о чем я... А, когда мы приглашаем людей в эту группу, на той страничке, где мы пригласили человека, с какой мы человека приглашали, нам пишут в оповещениях, что такой-то человек согласился и вступил в такую-то группу. Вот в эту группу, например. И мы с этой странички, с рабочей, отрабатываем этого человека. Я пишу, Светлана, здравствуйте, вы вступили в группу «Своё дело легальных заработок в интернет». Я так полагаю, вам интересен заработок в интернет или удаленная работа и так далее? Мне пишут, да, интересен. Я начинаю с человеком общаться. Если человек мне не отвечает, значит, он зашел в эту группу, ходил по сайтам «Воронка» по моим, либо по рекрутинговым сайтам. Обязательно каждой записи здесь прикреплять свою сайт «Воронка» или рекрутингу. Возможно, человек уже сам оставил электронную почту, подписался, получил информацию. Либо пошел на рекрутинговый сайт, все почитал, либо оставил регистрационные данные, либо пошел дальше гулять. Но вот в этой группе он остался. Так что вот это вот несколько вариантов отработки этих людей. Либо это как повод обратиться к человеку. Обращаться нужно ко всем. Ребят, кого вы всех пригласили, я работаю с нескольких страниц на эту группу. И со всех страниц у меня видно оповещение, что с этой страницы у меня там Маша, Вася, Петя согласились, с той страницы у меня там другие люди согласились вступить в эту группу. И я с тех страничек и отрабатываю их. Вам интересно? Интересно. Как вам интересно получить информацию? На почту, да, либо записать вас на собеседование в Skype. Вот. В Одноклассниках я вам не рекомендую сразу общаться. Если ВКонтакте еще можно как-то изловчиться, да, там вместо слова «арефлейм» поставить картинку, либо завуалировать его как-то, да, либо там антиспамом для сетевиков воспользоваться, то в Одноклассниках это намного сложнее. Вот. Поэтому переводите разговор в Skype, переводите разговор в Viber, переводите на электронную почту. Вот. В социальных сетях желательно поменьше работать. Особенно избегать слова «работа», «бизнес» и «заработок». Хотя у меня, видите, группа называется «Легальный заработок в интернете». Вот. Ребят, по этой группе есть вопросы? Понятно, чем отличается вот эта группа «Воронка» от группы для постинга по группам. Понятно, что это разные группы. У вас должно быть их две, да? И разная несет в себе разную функцию. Одной группой то и другой делать невозможно. Потому что в этом случае группа должна быть открытая, а в этом случае она должна быть закрытая, как минимум. И еще одна… О, нет, все, про все группы рассказала вам, да? Коротенько расскажу, как создать группы. Как я уже говорила, я группы делаю либо с личной страницы, либо со страницы для дубликата. Нажимаем на группы «Создать мероприятие». Обязательно создаем группу по интересам. Это у нас точно не мероприятие, а для групп по бизнесу там тоже свои требования. Поэтому создаем группу по интересам, то, что нам нужно. Дальше пишем название какое-то интересное, пишем описание, для чего человеку нужно будет вступить в эту группу или какие полезности он тут получит. В зависимости от той функции, которую несет наша группа, она будет либо закрытая, либо открытая. Обязательно у нас должна быть интересная картинка. Нажимаем кнопочку «Создать». И дальше просто, как в «Одноклассниках», да? У нас есть, как на страничке в «Одноклассниках». Ой, перелистала. Возьмем любую группу, да? Нажимаем вот сюда, прикрепляем сообщение, прикрепляем фото, ссылочку и так далее. Ничего сложного в этом нету в оформлении дальше этой группы. Вопросы есть, ребят? Давайте свои вопросы.